Здравствуйте, друзья и коллеги инвесторы. С вами Александр на канале Финансовая Независимость. Сегодня я продолжаю еженедельные инвестиционные покупки активов на фондовом рынке в реальном времени. Концепция данного инвестирования звучит так. Покупка активов равными долями на равных промежутках времени. Равные доли – это постоянные 3000 рублей, а равные временные промежутки – это неделя. И я придерживаюсь этой концепции строго уже несколько месяцев. Началось это инвестирование примерно в конце прошлого года. Данные еженедельные покупки будут являться подтверждением того, что с помощью индексных фондов можно составить хорошо диверсифицированный портфель по классам активов, покупая бумаги только на московской бирже. То есть это одновременно и просто, и очень эффективно. Но эффективность здесь уже очевидна со временем стала. Итак, начинаем. Сейчас вы видите в приложении результаты моих предыдущих покупок. Ну, давайте я медленно для вас пролистаю. В начале видны акции отдельные, их немного, теперь пошли фонды. Вот в фондах, конечно же, денег гораздо больше. Вот, пролистал. Покажу и общую наглядную таблицу с итоговыми цифрами, но это будет чуть позже. А пока посмотрим, что имеется в портфеле и как себя ведут эти активы. И, конечно же, я, как всегда, все это делал прокомментировал. Общий результат по портфелю на момент снятия видео, вот вы видите, это 16% с небольшим. То, что зеленым написано. Ролик снимался, как всегда, во вторник утро. Так, давайте вот предварительно визуальная аналитика. Посмотрим, начнем смотреть с американцев. По американским акциям, посередине экрана, прирост в 28%. Открываем график. Сейчас особенно интересно, в общем-то, следить за американцами, потому что уже заметная коррекция. Она здесь на графике видна. Ну и, в общем-то, даже рост курса доллара не может нивелировать падение стоимости пая этого фонда. Мистер рынок, похоже, психанул серьезно и произошло это по совокупности факторов. Тут и сентябрь, традиционно сложный месяц для американских индексов. Ну и рост распространения пандемии наложился. И нервная предвыборная пора еще. Ну, в общем, и ряд других раздражителей. Ну, может, и к лучшему. Сдует образовавшийся пузырь. Ну и хорошо. И, возможно, будет продолжаться нормальное уже движение дальше. Так, далее. Давайте посмотрим китайцев. Значит, по китайским акциям у меня прирост почти 25%. Показывает Кинькофф. Открываем график. Тут видно, что была очередная коррекция на обострение отношений США-Китая. Видно также, что цена пая ходит туда-сюда, ну, в общем-то, довольно-таки с большой амплитудой. Известно, что никак с ТикТоком не разберутся. Жестких заявлений много. Ну, в общем-то, и по другим фронтам американского противостояния тоже хватает негатива. Трамп пиарится, Китай отвечает. Все учитывают и отстаивают собственные интересы. Ну, а в экономическом плане, фундаментальном плане Китай сейчас довольно силен. Но инвесторы боятся разрыва ранее заключенных торговых соглашений США. Дилистинга китайских компаний боятся с американских бирж. Ну, и, естественно, ограничение китайского бизнеса в США. Да и уже не только в США. Тут и Европа уже выступала, и Великобритания по поводу ограничений различных. Поэтому периодически инвесторы реагируют продажам китайских активов. И эти страхи, в общем-то, они не беспочвенны. Совсем не беспочвенны. Так, давайте теперь посмотрим немецкие акции. Вот немецкие акции у меня здесь плюс 23%. Открываем. Видна прямо, ну, довольно резкая коррекция здесь. Немецкий индекс DAX обвалился довольно сильно. И не последнюю роль в этом обвале сыграла начавшаяся вторая волна роста заражения в Европе. Ну, и, в частности, естественно, в Германии. При этом деловая бизнес и финансовая статистика из Германии пока выходят в основном преимущественно хорошие. Но надо понимать, что пузырь в индексе DAX тоже был очевиден. Я об этом уже говорил. Так что, если сдуется, то хуже, опять же, не будет. В этом случае будем покупать активы по более адекватным ценам. А это явно лучше для долгосрочного инвестиционного результата. Так что, в общем-то, пускай сдувается, я буду только рад. В общем, по Германии сейчас коронавирус – это основной серьезный риск. Европейская экономика пока не успела восстановиться. А тут еще и вторая волна совсем не в кассу подошла. Так что, из рецессии Европы будет выбираться долго и болезненно. Но тут уж ничего не поделаешь. На это повлиять никак не можем. Так, давайте посмотрим теперь российские акции. Ну, я традиционно СБМХ смотрю. Вот он, предпоследний. Здесь 10% прироста. Открываю я его. Так, на графике тоже видна коррекция. Очевидно. Ну, как без нее, когда все корректируются. У нас тут еще санкционные риски. И падение американцев, и падение европейцев. Ну, мы, в общем-то, традиционно еще смотрим на нефть. И по нефти тоже негатив у нас был. Ну, а возглавили падение в России нефтяной активы. Здесь тоже была отдельная причина. Это произошло по причинам новых налоговых инициатив Минфины, связанных с отменой некоторых льгот по налогу на добычу полезных ископаемых. Это все вместе влияло на российские индексы явно не лучшим образом. Что будет дальше предсказать сложно. Наши внутренние вышеперечисленные факторы сразу же не уйдут. Ну, и даже, возможно, будут развиваться. Ну, и если совпадет весь внутренний и внешний негатив, то и до паники может дойти. На мой взгляд, было бы лучше, если бы мы все-таки еще поснижались. Паника – это, конечно, плохо. А снижение – это все-таки благо, на мой взгляд. И, кстати, у нас тоже отмечается заметный рост заражений ковидом. Это тоже стоит учесть. Это совершенно не радует. Ну, вот на момент записи видео многие активы на российском рынке начали уже отрастать. Ну, как будет, например, на конец дня, то есть на момент выхода видео, вы увидите, посмотрите, может быть, даже откомментируете. Далее, давайте о портфеле конкретнее. Значит, что у нас здесь? В данной таблице полная информация по текущим активам в этом инвестировании. Итак, в портфеле есть фонды акций нескольких стран и облигаций. Самые большие позиции по российским акциям и в акциях США. Первая цветовая область сверху – это класс активов акции. Вторая область, выделенная цветом – это облигации. Золота теперь нет, ну и ладно. Далее выделим кэш, состоящий из рублей и из долларов, оставшихся от прошлого приобретения активов. И чуть позже еще будет диаграмма портфеля по классам активов. Тоже ее покажу обязательно. А сейчас будет несколько слов о доходности данного инвестирования. Теперь это можно видеть вот здесь, вот эта вот портфельная аналитика. Я туда захожу, там будет вкладка портфеля, она у меня сразу уже вылезает. Там видны общие пополнения. Вот цифры все видите. Выводы средств у меня было на 5800 рублей. Это в самом начале я тестировал вывод средств. Даже видны здесь, в общем-то, дивиденды. А вот зелеными цифрами написан доход по этому инвестированию, и он рассчитывается по формуле. Стоимость портфеля на текущий момент минус стоимость портфеля на начало периода с учетом пополнения, выводов и курсовой разницы. И здесь не учтена комиссия за сделки. Учесть комиссию крайне легко. Все данные у вас для этого уже есть. И общий оборот есть, и величина комиссии по тарифу инвесторов в процентах тоже известна. Так что если хочется, то можете рассчитать комиссионные траты по этому инвестированию вот сами и буквально за несколько секунд. И станет понятно, что прибыль у данного инвестирования вполне уже ощутима. А сложного в нем, ну в общем-то, вообще ничего нет. Риски инвестирования невысокие и хорошо сбалансированы. Нет никакого дурацкого технического анализа и хитрого трейдинга. В общем, уже становится видно, как работает регулярное индексное инвестирование, основанное на портфельной теории. А теперь пора начать покупки. И вначале нужно перевести деньги на брокерский счет. Сегодня будут переведены также и доллары. Вынужден повторить, что я не покупаю доллары в приложении просто потому, что они у меня уже есть. А вы можете купить их прямо здесь на бирже. На канале есть обзор брокера Тинькофф. И там показано, как это делается. Там все элементарно. Да и в общем-то, и у большинства других брокеров нет проблем с покупкой валюты. Ну, в общем, перевожу. Нажимаю кнопку «Пополнить». Соответственно, мне нужны доллары. Я захожу на долларовый счет. Здесь ввожу сумму «Мне нужно будет 10 долларов». Ну, вот, очевидно, что уже счет увеличился. Теперь рубли. Ну, общая концепция еженедельного инвестирования 3000 рублей не меняется. Поэтому учитываю эти 10 долларов грубо, как 800 рублей. По примерному текущему курсу и дополнительно перевожу с карты на брокерский счет еще 2200 рублей, соответственно, уже в рублях. Ну, вот, это еще проще сделать. Соответственно, пишу здесь 2200 и пополняю. Пополняю. И опять видим, что счет... Вот, пополнение произошло. Видим, что счет опять увеличился довольно быстро. Так, ну, в общем-то, пора начинать покупки. Куплю я сегодня, начну покупки с фонда акций развивающихся рынков. Это VTBI. Давайте сейчас я его найду быстро. Соответственно, вот акции развивающихся рынков. Вот у меня, видно, по нему минус уже произошел. 2%. Наверное, неудивительно это в текущей ситуации. Так, на Тинькове купить паи этого фонда можно только в долларах. Поэтому и такие вот сложности с дополнительным переводом долларов с карты. Вы, наверное, уже заметили, что я покупаю этот фонд несколько недель подряд. Он сравнительно недавно появился у брокера Тиньков Инвестиции. И сейчас я просто набираю по нему более-менее весомую долю в моем портфеле. Ну, она мне нужна. Это BPF. Биржевой паевой инвестиционный фонд. Он позволяет существенно диверсифицировать инвестиционный портфель акциями компаний развивающихся стран. В него входят цены в уманиях таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и другие и так далее. Таким образом, возникает уникальная возможность инвестировать в эти активы без получения статуса квалифицированного инвестора. Думаю, что для многих это интересная возможность. Так, дивиденды у этого фонда, конечно же, есть, но они не выплачиваются, а реинвестируются внутри фонда. Плата за управление активами фонда не больше 0,8% в год. И она находится уже внутри цены пая. То есть, дополнительно ничего доплачивать каким-то хитрым способом не надо. В общем, фонд явно мне интересен в портфеле для более полной диверсификации по классам активов и валютам. Поэтому его и покупаю уже в который раз. Если у вас есть возможность покупать его в рублях, то, пожалуйста, разницы здесь никакой не будет. Покупаю 1 пай. Нажимаю кнопку «Купить», соответственно. Создаю заявку на 1 пай. И заявка выполняется достаточно быстро. Так, заявка выполнена. Возвращаюсь обратно. Ну, естественно, продолжаю. Так, прежде чем продолжить покупки, расскажу по укропненной структуре данного инвестиционного портфеля. Теперь посмотрим на структуру портфеля по классам активов. Значит, ну, что у нас получилось по предыдущим покупкам. Ну, вот эта вот подробная диаграмма была, вы ее уже видели. А теперь то же самое, но по классам активов. Вот смотрите, сравнивайте. Тут заметных изменений нет, но я и не делаю резких движений никаких. Это нормально для спокойного инвестирования. Конечно, 0%. Excel просто округляет, поэтому диаграмме 0. Кэш – это рубли и немного долларов на остатки. Это то, что осталось от прошлой покупки. Акции получилось, значит, у меня 91%, судя по диаграмме. Я уже говорил это по классике портфельного инвестирования. Такое соотношение акций и облигаций в портфеле соответствует довольно агрессивному риск-профилю. Ну, и возрасту младше, чем мой. Но я понимаю, почему я так делаю на данном довольно уникальном этапе. Ну, а вы можете делать так, как считаете нужным. У вас же наверняка есть свое обоснование распределения процентных долей по активам в вашем инвестировании. Уверен в этом. Далее по диаграмме. Облигации у меня сейчас 7%. Ну, скорее всего, пока подержу долю облигаций примерно на этом уровне. Покупать их сейчас, в общем-то, я не вижу смысла. Но нужно все-таки поддерживать инвестиционный риск в портфеле, чтобы он не увеличивался. Это все-таки достаточно важно. Вот, к примеру, с возрастом можно и нужно наращивать долю активов с меньшим инвестиционным риском, то есть с фиксированным доходом. Ну, я сейчас, естественно, об облигациях. Но это все в будущем. Ну, и, соответственно, как придет время, я все расскажу и покажу. Если для вас инвестиционный риск распределения активов и портфельная теория пока что пустые или не очень понятные слова, то советую, очень советую читать правильную литературу и смотреть мои старые обучающие ролики. Особенно началь канала. В них я рассказал уже очень много. Ну, а список литературы, как всегда, в описании к видео. И читать лучше в том порядке, в котором я расположил эти книги, если вы только начинаете инвестировать. Так, продолжаем. Продолжаю покупки. Куплю сейчас Сбербанковский фонд СБСП. Сбербанковский фонд у меня тут внизу должен быть. Вот он, по нему небольшой прирост. Меньше 10%. Открываем, смотрим. Значит, это БПИВ. Биржевой по его инвестиционным фонд. Фонд инвестирует в акции крупнейших американских компаний индексы S&P500. Покупается ПАИ в рублях, но по естественной причине наполнения этого фонда пересчитывается через курс доллара. Ну, это же ведь американские акции, надо это понимать. Если покупать его в долларах, то разницы не будет. По сути, фонд является примерным аналогом ETF от Финнекса с тикерами FXUS. И похожие фонды есть теперь еще и у других провайдеров. Вы, скорее всего, о них уже все знаете. Фонд реинвестирует дивиденды. Покупаю его в основном для разбавления присутствия в этом портфеле Финнексовских ETF. К тому же цена ПАИ этого фонда заметно ниже, чем у Финнексовского фонда. Поэтому, в общем-то, он и удобнее вписывается в еженедельную сумму 3000 рублей. По свободности различных факторов общие издержки у аналогичных фондов вполне конкурентоспособны. С небольшими отклонениями. Иногда можно спокойно разбавлять портфель и тем, и другим фондам. А какой из них будет лучше по доходности на длительном горизонте, заранее сказать нельзя. Слишком мало времени прошло, и статистика на таком периоде слабо информативна. Ну и стоит добавить, что в этот раз есть смысл купить этот фонд из-за прошедшей просадки у американцев. Неизвестно, что будет дальше в ближайшее время рост или падение в США, но сегодня есть уверенность, что покупка у меня произойдет не на максимуме. Поэтому, собственно говоря, я покупаю один пай. Нажимаю кнопку «Купить», ввожу соответствующее количество, которое задекларировал. Создаю заявку. Заявка выполняется быстро. Странно, что Тинькофф не тормозит сегодня. До этого у меня до записи видео тормозило очень даже неслабо. Так, продолжаем, продолжаем. Перед следующей покупкой можно и нужно посмотреть на отдельные акции в этом инвестировании. Коротко пробегусь по ним давайте. Ну вот с самого начала, да? Аэрофлот. Ну, аэрофлот у меня ушел в минус. Давно такого не было. Сейчас уже больше 2%. Сейчас, собственно говоря, расскажу. Вот видно, что по нему коррекции довольно-таки заметные. График вот такой. По аэрофлоту была довольно судьбоносная новость. Это дополнительная эмиссия акций. Я говорил раньше о ее возможности. Ну вот она и началась. Такая новость совершенно не поддерживает акции компании. К тому же, общемировая ситуация с ковидом не позволяет рассчитывать на быстрый рост пассажиропотока. Акции явно под давлением по аэрофлоту. Ну, собственно говоря, это видно. И многие из вас уже все это знают. Так, далее. Давайте ВТБ. ВТБ здесь минус уже довольно существенный. Больше 10%. Давайте зайдем в график. Посмотрим на него. По ВТБ сказать мне нечего. Практически. Хорошего ничего не происходит по ВТБ. И отчеты невнятные. История с дивидендами, про которую я уже рассказывал, в общем-то, не прибавляет оптимизма. Да вот еще и общая коррекция, в общем-то, накрывает негативом. Поэтому акции банка находятся очень низко. Даже в историческом смысле. Так, далее. Далее. Ну, давайте вот еще Сбербанк. По Сбербанку видно прирост 17%. Давайте тоже открою график. Вот он гораздо интереснее. Сберб вполне мог бы еще даже и порасти в преддверии выплаты дивидендов. Дивиденды там довольно-таки хорошие. И отчет был вполне неплохой. Но общая ситуация пока немного поддавливает. Расти против рынка довольно сложно. Сегодня, возможно, кстати, Сберб будет отрастать. Но это неважное движение для долгосрочных инвестиций. Так, дальше. Дальше. Ну, давайте вот еще. А, Татнефть еще, действительно, можно посмотреть. Есть несколько слов по этому поводу. Вот по Татнефти 7%, ну, 8 практически. Раньше у меня Татнефть, кстати, была лидером роста. Ну, понятно, сейчас довольно сильно упала. Вот, виден график, да, Татнефть, ну, просто конкретно скорректировалась. Тут солидная коррекция, в общем-то, образовалась по причине нововведений налоговых. Ну, сейчас по порядку, да. Видео про основной 20-миллионный портфель, который выходит по субботам, я довольно много рассказал про Татнефть. Если коротко, то на Татнефть давит снижение цен на нефть текущей и налоговой инициативой Минфимы. Там по налогам ситуация такая, что налоговые нововведения на Татнефть повлияют больше всего. Там связано это с связкой нефтью, там и так далее. Ну, в общем-то, если хотите узнать поконкретнее, то посмотрите то видео про мой основной портфель. Дальше, давайте посмотрим Газпром. Еще по Газпрому у меня, значит, да, вот 5%. Газпром тоже корректировался. Ну, про отчет Газпрома я уже говорил, он был не вчера, а существенно еще раньше. В нем прибыль упала на 20%. Однако, это было вполне ожидаемо. Конечно, большой вклад в снижение прибыли Газпрома внесли низкие цены на газ в Европе. Кроме того, сейчас на котировки Газпрома давят возможные неприятности по северному потоку. Ну, в общем-то, мы видим, что Газпром корректируется довольно-таки заметно. Так что, в текущей ситуации по Газпрому тоже ничего хорошего, в общем-то, нет. Была новость про сокращение инвест-программы, но эта новость акциям газового гиганта сильно не помогла. Ну, в общем-то, как-то так. Вот, отдельные акции мы посмотрели. Давайте, наверное, уже и покупать дальше пора. Ну, кстати, ставьте лайк, пишите комментарии, ведь именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. Ну и подписывайтесь, будем инвестировать вместе дальше. Так, продолжаю покупки. И этой очередной покупкой хочу поучаствовать в коррекции российского рынка. Это будет фонд ВТБ-Х. Это, значит, фонд Московской биржи. Ну, собственно говоря, вот я уже открыл, тоже видна коррекция. Вот, вот в ней поучаствуем, да. Индекс Мосбиржи – это рублевый фонд российских акций, БПИФ, биржевой боевой инвестиционный фонд. Провайдер данного фонда, управляющий компанией ВТБ, инвестирует в российские акции с депозитарной расписки на российские акции, входящие в состав индекса Мосбиржи. Фонд отслеживает динамику индекса Мосбиржи полной доходности нетта. Индекс полной доходности отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат. Свокупные расходы и вознаграждения за управление, а точнее за копирование вышеназванного индекса, составляют не более 0,78% в год. Фонд ВТБ-Х является аналогом финансовского фонда российских акций и Сбербанковского СБМХ. По сути, это аналоги, хотя и отслеживаемые индексы слегка различаются. Утверждать на данном этапе, что тот или иной фонд из этих конкурентов будет однозначно лучше, нет никакого смысла. Мы этого не знаем точно. А вот конкретно этот фонд ВТБ-Х имеет еще и очень удобное дробление. Один пай стоит чуть больше 100 рублей. И в случае ограниченного объема инвестируемых средств, вполне может подойти для покупки конкретно вам в конкретный момент инвестирования. Ну а я покупаю, я решил купить вот в этом случае 5 паев. Соответственно, ввожу эту необходимую для меня цифру, значит создаю заявку и заявка выполняется. Вот возвращаюсь обратно. Получается, что 5 паев российских акций у меня тоже куплено. Вот как-то так. В этом видео больше покупок не будет. На следующей неделе на счет перекину с карты опять 3000 рублей, куплю активы прямо во время ролика. А на сегодня это все. Хочу вам пожелать удачных инвестиций с приемлемыми для вас рисками. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.